Здравствуйте, уважаемые посетители сайта teruro.com. Вот, наконец, выдалась свободная минутка и решил записать видео урок. Этот видео урок будет в такой программке, как Daemon Tools. Что это за программка? Наверняка вы сталкивались или будете сталкиваться с такой вещью, как образы дисков. Что это такое? Вы скачали какую-либо программу или игру, но есть такое требование, как запустить эту игру нужно с диска. То есть, чтобы запустить эту игру, нужно сделать видимость того, что она запускается с диска. Объясню более понятно. То есть, создатели игр и программ достаточно дорогих делают такую защиту. То есть, чтобы эта программа работала, нужно обязательно иметь диск. То есть, вы вставляете в дисковой диск, и только тогда она работает. Но, как вы знаете, сейчас практически любую программу можно скачать из интернета, взломанную, и работать с ней. Но защиту эту снять достаточно трудно. Для этого придумали такие программы, как эмуляторы. То есть, эта программа делает компьютеру видимость, что диск на самом деле вставлен. Диска как бы нет, но образ его видится. Компьютер распринимает это как настоящий диск и в итоге запускает программу. Вот. Надеюсь, все понятно. Одна из таких программ это Daemon Tools. Вот видите такую фразу. Daemon Tools 4.35.6. РУС скачать бесплатно. Она, по идее, сама начнет водиться. Вот если начнете водить. Daemon Tools 4.35. Вот она. Да? И нажимаете найти. Кликаете по первой ссылке. И сразу попадаете на сайт. Вы здесь можете почитать сначала описание программы, если не поняли, что это такое. То есть, вот, эмулятор CD-DVD с поддержкой многих систем защиты. Поддерживает множество форматов. Позволяет осуществлять эмуляцию. Ну, то есть, вот то, что я и говорил. Так, теперь нам надо скачать эту программу. Нажмите по ссылке «Скачать программу» и выберите «Источник 1. Скачать». Вот открывается в новом окне. Нажимаем «Сохранить». Сохраняем на рабочий стол. Как обычно. Сохранить. Все, ждем, пока скачивается. Я пока отключусь. Как только скачается, я подключу. Все, врубаю. Так, вот у меня закачка подходит к концу. Вот. Уже конец. Да, конец уже закачки. Так, кстати... Так, кстати... Если вдруг вы не сможете скачать ее здесь, или какие-то будут проблемы, то я закину ее к себе на сайт, и по ссылке выше урока вы сможете скачать эту программу. Итак, теперь скаченную программу запускаем. Точнее, скаченную установочный файл. Вот. И у нас появляется такая штука. Вот программа загружена отсюда-то. Вот, сразу можете убрать вот эти галочки. Они не нужны. И начать установку. Продолжить. Идет подготовка. Вот. Вот. На вас приветствует мастер установки. Нажимаем далее. Принимаю. Вот здесь, разумеется, выбираете бесплатную лицензию. Далее. Установка настраивает. Вот сейчас здесь посмотрим некоторые настройки. Интегрировать с проводником. Но это оставим. Гаджет для боковой панели Windows. Это по желанию, но мне не нужен. Установить Яндекс.Бар мне тоже не нужен. Сделать Яндекс домашней страницей. Он у меня и так домашняя страница. Установить Яндекс с поиском по умолчанию. Он у меня так поиск по умолчанию. Ирлык на рабочем столе. Ирлык в меню пуск. Да, все правильно. Также можете здесь потом поставить галочку. Да, поставьте галочку, потому что расширенная эмуляция. Это наверняка будет поддерживать много других форматов. И нажмите Далее. Ну вот, выберет папку. Нажмите опять Установить. И все, идет установка. В принципе, все идет достаточно быстро. Останавливается то СТПД, которое мы поставили галочку вверху. Вот все. Завершение работы установки Daemon Tools. Ну, я не буду сейчас перезагружать. А вы нажмите Да, перезагрузить пока сейчас. Вот, отправлять анонимную статистику использования. Ну, в принципе, можете поставить галочку, а можете убрать. Но я уберу на всякий случай. Нажимаем Готово. И все. Вот у нас появился Daemon Tools. Он чаще всего, когда вы его сейчас включите, вот, нажмите два раза по нему. А вот вы должны перезагрузить систему после предыдущей операции. Итак, ладно. Тогда я перезагружу систему. И потом продолжим видео урок. Итак, вот я вернулся, так скажем, да. И после перезагрузки у меня внизу здесь появилась такая молния. Кружок с молнией. Это есть Daemon Tools. И у вас наверняка после того, как вы перезагрузили, здесь появлялось окошко, где там было написано что-то про образование виртуальных дисков. Вот, надеюсь, вы подождали. И все у вас нормально прошло. Ну и теперь, собственно говоря, осталось мне вам только показать, как включать те самые образы. Вот что у меня за образ. Сейчас покажу. Недавно нужно было скачать обучающий курс по MatCut. И он был именно в этом образе. Вот, например, ISO. Да, то есть, что за образ. Точка. Вот здесь, допустим, название файла. А здесь потом вот такое расширение. Также открываются с помощью Daemon Tools очень-очень много файлов. Но я объясню, три основных покажу. MDF. Да и все, в принципе. Два объясню, потому что второй файл это, как сказать, образующий от MDF. А там, MDS вроде. Вот, точно не помню его название, потому что в основном сейчас все образы вот в этом ISO. Итак, как же монтировать образ, то есть создать виртуальный диск. Вот у меня находится этот самый обучающий курс. Нажимаем правой кнопкой мыши по Daemon Tools. Вот здесь есть виртуальные приводы. Да, наводим на них. Так, закрыть. Вот, виртуальные приводы. Наводим на них. И привод нет данных. Наводим. И здесь появляется таких три штуки. Нажимаем «Монтировать образ». Открывается окошко, где мы находим наш образ. То есть, у меня вот он в скачке. И вот он, откачь 14. Открываем. И все, сейчас монтируется образ. И вот, о чем я и говорил. Компьютер видит такую вещь, как будто запустил я диск. То есть, когда вы вставляете диск, выполняется вот такая же штука. То есть, выполнить авторан или открыть полностью диск. Выполняем авторан. То есть, автоматический запуск. И все, вот обучающий курс мой запущен. На самом деле, вообще, таких расширений очень много. И очень во многом используется, соответственно, эта программка. Она очень полезная. И этот урок, поверьте мне, стоящий. Может, я немного непонятно его записал. Но, попрактиковавшись в этой программке, вы обязательно разберетесь в Daemon Tools. Ну и как размонтировать образ. То есть, вы как бы вынуть диск. Опять все то же самое проделаем. Здесь выбираете «Размонтировать образ» или «Извлечь». Просто набираете «Размонтировать». И все. Видите? Ничего нет. Еще раз давайте монтируем образ. Я вам покажу, где этот диск появился. Вот, закроем. Вот если вы откроете мой компьютер, то вот у вас появился еще такой один дисковод G, где у вас и монтируется этот образ. Все. То есть, как бы еще один дисковод компьютер видит. Как я и говорил, это, так скажем, небольшая обманка, но которая обычно прокатывает. Благодарю за внимание. До встречи в следующих видео уроках. Все. Всем пока.